Мне почему-то казалось, что этот десятый юбилейный фестиваль в Велике Масленице будет особенно шумным и многолюдным. Однако народу съехалось в общем не так уж и много, ну человеку пласта по моим прикидкам. То ли прогноз погоды людей напугал, то ли дела семейные так сложились. Но как по мне, так оно и к лучшему, потому что все истинные сторожилы фестиваля были, и оттого этот фестиваль получился каким-то особенным, душевным, семейным что ли. Ну и как приличные гости, с утра съезжаться никто не спешил. С утра приехали самые-самые-самые и шла праздничная деловая суета. Самое любимое мое время, когда варится уха, колются дрова, готовятся призы. И, короче, то самое время, когда особенно остро чувствуешь неумолимое приближение надвигающегося на тебя праздника. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А там какой-то партизан на том берегу засел Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я тебя ищу пойму Костя, Костя, Костя! Это мой самый крупный улов Да, Мишу уже поймала Следующий новый человек Тима, 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 не подходи здесь А там будем взвешивать, а нас таких весов нет Так. Открыла? Да. Ну а пока народ уловил уклейку, зарабатывая призы, в лагере вовсю продолжалась подготовка к конкурсам. Миша с Ильичем вешали мольберты для конкурса детского рисунка, варилась уха. Ну и конечно же народ общался, потому что многие из нас видятся достаточно редко, поэтому всегда есть о чем поговорить. Я говорю, слушай, возьми, поставь розетки, уключатель, электрику запусти. Нет, там все нормально, поклеили обои, короче, надо было в ковер этот свечер их упаковать, пристегнуть, стропорез убрать. Боюсь, это не помогло бы, да, бокал шампанского и все равно едешь сам. Ильич, ты неправильно трактуешь, бокал шампанского и остаемся на ночь. Ну-ка, Слава, хрустный груздиком. А, еще этот меня Юра Бай зеленками угощал, солеными тоже, но он делал со специями. Тоже вещь обалденная на Новый год тогда. Баня замариновала лук, она любит маринованный лук, вот этот в уксусе немножечко, все. И прямо этот маринад туда. Ой, эти зеленки я вот только вот порубила, попробовал и все. Усосалась, я зашлось моментально. А тем временем народ все прибывал. Приехали Володя Копейко с Геном Изулусом и начали обустраиваться. И становилось все шумнее и шумнее. Ну вот, наконец, мольберты для конкурса детского рисунка были развешаны. И наша шумная Аделла в мирской жизни, директор небезызвестного велокафе Кропкосбору. Не смотри на меня, не подглядывай. Взяла это дело в свои энергичные руки. Отправляй художников. Я пока буду вешать. Короче, смотри. Вот здесь все есть. Так. Сделали, да? Свои, да? Свои есть. Так. Берем тогда свои, значит. У кого нет ничего. Вот здесь еще сколько-то, да? Да. Так. Ребята, сдаю. Раз пакет. Это мне. Два пакет. Три пакета. Это тоже мне. Не жальничай. Поделись здесь мне. Так. У меня еще. Пока все. Любви и ласки. Сейчас, подожди. Еще регистрацию не запятали. Да. Подождите, пожалуйста. Мои родители. Давай идем. Все в машине зовут. Кто следующий? Значит, тема у нас рыбная масленица. Давайте, давайте, давайте. Живей, 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 живей. И погнали. Ниже. Так. Так. Офигеть. Ой, что это стол? Парень. Да, это здесь. Нормально? Все. Давай-ка я бы скрутить. Где она поможет? Нет. А то обвозить еще, Данила? Да. Данила, это все обвозить? Нет. Правда. Таааак... Здесь еще будет рыбочка. Вот. Ладно, еще чуть-чуть порвала, Мальберт. Ну, давай аккуратненько. Тарелка. Что еще будем рисовать? Пусочек масла-то давай нарисуем сверху, да? Желтенький. Нет, желтенького у нас. Никита, извините, желтенький. Поспроси у кого-нибудь ребят, сейчас отдашь. Нормально. Сразу сюда синий. Мы бы бы выготали вот такую, что там... Вот такие были, приехали, блин. Извините меня. Аделия? Аделия? Вон в край... Нет, это Светка. А, нет, самолет. Привет. Сидишь на месте. А я забыл Допру. В этой самой меховой шапке. Ну, в ушанке. Шапка больше, чем она. А тем временем закончились соревнования по ловле уклейки. Судьи подвели итоги и настало время награждать победителей. Дружнее, дружнее, подходим! Господа, не превращаем все это дело в банальное пьянство, а то нами заинтересовались, поэтому все сюда подходим. Ну, там все равно, там что по весу, что по длине... Значит так... Биноквально. Моленький улов в Тишкееве Сергея 20 грамм. Воу! Следующий. Аниса Вюрий. 51 грамм. Забирка Лев. 66 грамм. Анисов Андреев, что 12 грамм, но я зачитаю всех, уже не буду по этим самым баллам. Ширко Андрей, 293 грамма, Ширинский Антон, 258 грамм, Платов Александр, 383 грамма, Карпоевич Ирина, 175, Геннадий Карпоевич, 244, Хмельников, 294, Гринёв, Александр, 157, Кудревич, Олег, 309 грамм. В номинации самый большой по количеству голов улов побеждает Тарасевич Юрий, 70 голов. Тарасевич Юрий, прошу призы от РС, от магазина «Байкал» и также от Кирилла кормушки фидерные от Кирюшки. Тарасевич Юрий, вы далеко не убегаете, потому что вы победили также в следующей номинации. Самый большой по весу улов, 397 грамм. И вручаем вам дипломы. Пожалуйста. В номинации самая крупная уклейка победила Карпоевич Ирина. Вес 20 грамм, длина 11,5 сантиметров. Поздравляем. Призы от РС, магазина «Байкал» и фидерные кормушки от Кирюшки. Вот следующий приз. Кстати, РС представляет и там в призах, и здесь. Зимняя прикормка, ароматика, ведро. Ну и там дальше будут разыграны еще шапки, кепки. Вот этот приз у нас будет конкурс. Следующий. Меткий фидер. Фидером надо будет попасть в ведро. Ведро стоит, фидер готов. Как будем разыгрывать, расскажу чуть-чуть позже. Так что, фризы интересные, позмагаемся. Теперь, все, кто участвовал в регистрации, кто регистрировался в электронной форме, подходим по списку, показываем свое наличие, получаем наклейки для оценки детского конкурса рисунка, получаем лотерейные билетики, которые потом будут разыгрываны еще в призы в конце. А в призах у нас удочки. Вот. Для того, чтобы подвергить регистрацию, подходите, называйте, как вы зарегистрировались в списке, я вам все это выдаю. Вообще-то я уже давно заметил, что награждение победителей конкурса по ловле углейки является таким своеобразным переломным моментом проведения вот любого из этих фестивалей. Вот до этого момента как-то все идет тут спокойно, размеренно, благородно, чинно. В хорошем смысле этого слова. А вот после награждения как будто включается переключатель и праздник пошел в полный рост. Вообще этот фестиваль породил у меня такое несказанное чувство гордости за кулинарные таланты наших рыбаков. Столько вкусняшек, вот сколько было сейчас на столах, но это отдыхает даже на выходе. Добавьте внимание. Ну это уже задание для конкурса. В двух котлах два хвоста поймать. Особенно если возле котлов сухой появился Вася карм, ну это значит, что в плохой ухе у нас просто не может быть по определению. Но вообще-то на этом празднике, естественно, не заканчивался. Впереди еще была большая-большая конкурсная программа, конкурсы по стрельбе из лука, пневматической винтовке и самый веселый конкурс – перетягивание каната. Но об этом уже в следующей серии.